Добрый день! Я приветствую вас, дорогие друзья, в нашей виртуальной студии. И должен сказать, что я специально для вас приготовил сегодня удивительный сюрприз. Сегодня мы в нашей студии вчетвером. И, конечно, это возможно лишь только благодаря удивительным технологиям. И в каком-то смысле, несмотря на всякие и разные обстоятельства, такие как коронавирус и все, что связано. Поэтому я рад представить сегодня в нашей аудитории, прежде всего, уважаемого раввина из славного города Бобруйска. Который, конечно, является колыбелью хасидизма, колыбелью источника вдохновения для многих эмигрантов здесь, в Америке. Потому что почему-то, когда я встречаю еврея из Бобруйска, он гордится, и у него к Бобруйску какое-то особое отношение. В то время как я, например, говорю, я приехал из большой деревни, которая называется Москвой. У меня с Москвой сложные взаимоотношения, скажем так. А вот почему-то люди из Бобруйска Бобруйск любят. И потому я хочу поприветствовать, прежде всего, человека, который инициировал эту нашу встречу. Моего дорогого друга, которому мы знакомы, по-моему, уже лет 30, если я не ошибаюсь, наверное, да? Это Мойше Перхенвальд. Хочу виртуально его обнять, поприветствовать тебя. Хочу сразу же выразить тебе соболезнования в связи с смертью матери от коронавируса. Тебе и твоему брату Александру, твоей семье, твоей сестре, чтобы Всевышний тебя утешил. И чтобы эта передача была посвящена ей памяти. Спасибо. И воврушению ее души. Хочу также представить замечательного человека, которого зовут Давид Галант, который является главой землячества. Правильно? Ну, не главой, так. Неравнодушный к этому. Неравнодушный. А что может быть важнее того, чтобы быть неравнодушным? И живет он в славном городе Бруклине. Мой сосед Шипсет Бэй. Я живу где-то во Флатбуши. Приблизительно минут, наверное, пять, я думаю, езды на машине. В то время как дорогой Мойша живет, наверное, минут 10-15. Тоже в Бруклине, в славном районе Бензен-Ферста. Правильно? Не-не. Милбейсен. Ты уже переехал, Мойшенька? Да-да-да. Я прошу прощения. Да, ты мне сказал, запамятовал. Почему-то ты у меня всегда ассоциировался, что ты мой сосед по моей замечательной школе Сайной Академии, в которой ты преподавал. Поэтому ты источник вдохновения. А сегодня ты в Милбейсен. И там осваиваешь, так сказать, ну, не целину. Там замечательная, конечно, община такая очень благополучная. Я уверен, что, как всегда, ты строишь вокруг себя русскоязычную еврейскую общину. И теперь я хочу предоставить слово замечательному и удивительному человеку, который родился не где-нибудь в Бобруйске или в Москве, а он родился в очень необычном месте, в Тунисе. И сегодня является главой общины Бобруйска. И зовут его Раф Шауль. Поэтому мы приветствуем Раф Шауля из Бобруйска. И вам, прежде всего, слово расскажите, откуда вы и как вы вообще из Туниса, как вас занесло в Бобруйские леса? В первую очередь приветствую, шалом. Очень приятно быть с вами, с уважаемой Рафа, уважаемые наши братья тоже из Бобруйска. Быть под мной программой. Хочу, ну, не сколько, как я сюда попал, на самом деле это история. Которая говорится о вере во Всевышнего и как Всевышний все управляет. Потому что непонятно человеку, который откуда там, из далеких стран приезжает в город Бобруйск. Но вообще, как бы, это аж не хватит, которое наблюдение Всевышнего, которое привело меня в город Бобруйск. Это началось в практике Ешивы. Когда из Ешивы отправляют нас на практику обучения. Я приехал сюда в помощь. Здесь были Бобруйские. Это 2003 года, в сентябре. С того момента, уже слава Богу, времена менялись. И видно, что Всевышний прислал сюда за продолжение еврейской жизни в городе Бобруйск. Смотрите, это было общее немножко. Но я бы лично хотел знать больше деталей. Вы родились в Тунисе. И, в принципе, ведь в то время уже, мне казалось, евреев там практически не было. Когда я приехал в 1981 году из Москвы в Иерусалим, то моими добрыми соседями, друзьями была семья из Туниса. Мы вместе молились в синагоге. Но я был новым эмигрантом, который жил в Меркас-Клита, то есть в центре абсорбции. А они жили через дорогу, дедушка, его сыновья и многочисленные внуки. Они когда приходили в синагогу, то это было полсинагоги. Семья из Туниса была полсинагоги. Мне казалось, что они бежали оттуда, наверное, вскоре войны, когда началась война за независимость. И Тунис – это было место, в котором скрывались банды Ясера Арафата. И там, в общем, Тунис был совсем не дружественный к евреям и Израилю государством. Я вообще не знал, что есть там евреи. А вы родились совсем недавно в Тунисе. Как это вообще могло произойти? Корни у меня. Я сам родился в Израиле. Корни из Туниса. Корни. Не я родился. Ага, я понял. То есть вы уже израильтяне. А родители вы ехали когда из Туниса? Ну, это где-то 70-х какой-то. То есть все-таки они там продолжали жить какое-то время. И после войны за независимость, после шестидневной войны. А потом в какой-то момент они, наверное, поехали во Францию, правильно? Они могли бы ехать, наверное, во Францию или в Италию. По-моему, Тунис был связан с Италией, скорее. Прадедушка занимался в Италии. Он занимался золотом. Он на Италии был. Семья через Францию приехала. Поэтому и поменялась фамилия. Ваша фамилия, простите? На то время был Сала. Как странно на русском, ну, не так звучит. Но Сала как Села. Вечность. Но там, как они были очень близко к правительу, правитель Тунис, Беб Тунис, он ему менял фамилии на Хбим, любыми. И оттуда, ну, они были очень близко к царству, к управлению Туниса. Поэтому они могли так долго-долго жить практически до сих пор. Ну, слава Богу, что так, как произошло. Итак, вы учились в Ешиве, потом вы поехали в практику раввина, вас послали не куда-нибудь, не обратно в Тунис вас послали, а вас послали прямо в Бобруйск. И еврей, куда бы он ни попал, он становится источником света. Скажите нам два слова. Первое. Вот когда вы приехали, когда это было и что вы видели? И сколько лет вы прожили, и что вы видите сегодня? И какую вы видите разницу? Когда я сюда приехал 2003 года, сентября, я приехал с людьми, которые хотят и жажды еврества. Здесь был раввин, он старался тоже сделать, развивать общину, но по его возможности. И через определенное время я приехал практически на шесть месяцев, на практиках шестимесячных. Но остался здесь, так как, слава Богу, стало нужно, чтобы я остался, если это было связано с еврейской школой, которая здесь была на то время, если это связано было с кошерными продуктами, был главный контролер по кошерному питанию в Республике Беларусь. И, слава Богу, потом как бы руководитель на тюрьме и так далее, в еврейском направлении. И в 2000, где-то в конце 2007 года, где-то, я уже вернулся в Израиль, но понял, что я в Бабуиске, наверное, наклеился. Что я вижу сегодня, ну как разница, да? Структура другая, понимание других. У людей это не только то, что где-то, когда-то они были евреи или паспорт, где-то написано свидетельство какие-то. Сегодня у людей есть понимание еврейства. Есть больше жажда, соблюдение, жить и гордость. Гордость еврейская. Даже в отношении, если как-то, если смотрим на разные ракурсы, если это со стороны руководителей государства, да, руководителей власт местных. Отношение такое теплое к еврейским, еврейским традициям. На сегодняшний день можно увидеть, если это программа для изготовления еды, как готовить ее кошерные и так далее. Это на местном телевидении. Это как бы невозможно было думать 10 лет назад, что такое-то зайдет. Скажите, пожалуйста, я приеду, например, сегодня в Бобруйск. Вот, скажем, я приехал в обычный день. Я хотел бы покушать что-то кошерное. Может быть, я хотел бы помолиться, почитать кадыш. И тем более, если я окажусь в Бобруйске на Шаббес, то я спрошу, а могу ли я пойти в синагогу, если у вас миньян, если у вас кедуш. Что я увижу? Значит, по поводу... Во-первых, приезжайте, ждем. А по поводу миньяны, конечно, постоянно, слава Богу, миньяны есть, кошерная столовая есть, есть Бауха Шемки души каждый раз, каждый Шаббат. Канун Шаббат, Шаббат утром, Бауха Шем, есть миква, есть колель, учение Тора. И если бы сейчас не мешало коронавирус, конечно, мы бы открыли Ешива. У нас уже план составлен, уже открыт и молодежь на Ешива. По поводу, как бы мы к этому и стремимся. И дай Бог, чтобы сейчас, как бы, проверили немножко ситуацию, и мы вернемся. Но благодаря программе Zoom мы проводим ежедневное учение по 15 человек. Слава Богу, глубокие изучение Тора. Тальмур, Далаха, Мишна, истории еврейских народов. Вы знаете, последний вопрос, потому что я передаю микрофон нашим друзьям, чтобы они тоже продолжили, ответили, вам задали вопросы. Но я хотел бы сказать, действительно, вот если бы я вернулся в какой-то момент в Москву, скажем, для меня Москва была даже в 70-е годы, когда я впервые вошел в синагогу, пожилые люди стоят, они когда-то чему-то учились, когда были совсем пожилыми. Сегодня на старосты лет они вспомнили, и пришли вместе, стоят, что-то читают. Я когда впервые вошел в молодой человек, я не понимал, что они делают, зачем, но я понял одно, это не моя среда. Я нашел среду не в синагоге, а на горке, так мы называли, там, где собиралась молодежь. Но она была. Мне казалось, что из Бобруйска люди начали выезжать давным-давно. Евреи выезжали из Бобруйска, они в Израиле, они в Америке. А что сегодня? Что у нас сегодня с Бобруйском? Расскажите, пожалуйста, есть молодежь? Скажите, пожалуйста. Есть программа Старс, молодежь. Есть программа Патерсков и Энерджу. Есть, Слава Богу, Воскресная школа, детский сад. Есть для всех возраста населения, есть программа. И особенно то, что Слава Богу умеет работать со всех местных еврейских организаций в городе. Объединяли все в одном. Мы работаем параллельно в местах. И получается, что любой человек, даже если он относится к религиозной жизни, не сильно тепло, если его так назовем, у него есть община рядом с нами, практически в одно сооружение, которое принимает, называется, светская община, которая обеспечивает ему культуру, вкус еврейства. А дальше он, если подвинется, продвинется в религиозной жизни, он заходит по чаше в синагоги. Неинтересно ему, он зайдет за продуктовый набор, шабатный набор, например. Придет за уроки в ритм. Придет просто посмотреть наше эксплуатацию, эксплуатацию еврейских жизней. Картинки, работ, рисунки. Каждый зайдет в этот центр. Для чего там? И, слава Богу, это вызывает его прийти к следующему разу. И, как было сказано, что сначала мы учим ребенка за конфетку, а потом этот ребенок уже сам тянется к знанию того. Поэтому мы старались, что это было не только синагога, а еврейский центр. И, Бару Ха-Шем, благодаря Мойше и Реб-Довид, наверное, они будут рассказывать еще дополнительно еврейский дворик, который привлекал очень много новых евреев, в синагоге, именно благодаря такой культурной сооружении, которая была строена совсем рядышком. Я хочу вас поблагодарить и сказать, что я попрошу вас в конце нашей беседы представить себе, что вот мы приехали к вам из Нью-Йорка, и мы здесь живем в совершенно и абсолютно светской жизнью. Культурной, еврейской, но светской. И вот мы пришли к вам, и у вас будет 2-3 минуты что-то нам сказать, чтобы вдохновить наши души. И это пусть будет вашим приветом из Бобруйска сюда в Нью-Йорк и подготовкой нашего будущего визита. А сейчас я попрошу, Давид, вас, расскажите, вот вы сейчас вместе с нами, и вы неравнодушны к Бобруйску. Почему? Ну, не знаю. У меня все время, ну, как бы, такой, у меня память такая, память, ностальгия, вы понимаете. Как будто бы здесь все хорошо, но вот когда я услышал про это еврейство, особенно Рабин, еще другие ребята вдохновили на это дело. И мне это очень нравится. Я неравнодушен, но вот нравится и все, что могу сказать. Я не знаю, как говорить правильно, но я скажу, что меня это вдохновляет, короче говоря. Именно ваша связь с Бобруйском вдохновляет вас? Меня еврейская связь с Бобруйском вдохновляет. Потому что у вас рядом с вами синагога Раб Ашер Алтшуля, например, если вы знаете его. Я знаю, тут есть Симпсон, он тоже у него... Раба Симпсон, конечно, конечно. Я сюда иногда хожу. Да, да, да. Он мой сосед на блоке, и я иногда захожу. Но все-таки вас больше тянет именно к корням Бобруйским. Да, да, потому что, ну, вы понимаете, как вам сказать это. Ну, родители мои все, все евреи. И я вот ходил, там были синагоги, много синагог, мне рассказывали, что много евреев жало очень много в Бобруйске раньше, сто лет назад. И еще сорок лет назад очень много. Тридцать, тридцать, я скажу так. Ну, это впечатляет, вдохновляет. Вот и все, что я могу сказать. И что вас связывает? Вы помогаете синагоге, вы собираете деньги, что вы делаете? Да, я там был организован еврейский мемориал, понимаете, еврейский дворик, так называемый. Там была раньше синагога, и я один из участников вместе с Мишей, Перкинвальдом, Гена Рабкин, он вдохновитель, тоже неравнодушный парень, его сегодня нету, но... И он, короче говоря, как сказать правильно, подписал меня на это дело, и мы собирали средства среди наших бобручан. И что я вам скажу, что мы насобирали, короче говоря, я могу сказать, 25 тысяч долларов, но дело не в этих деньгах. Дело не в деньгах. Дело в том, что не оставили равнодушным никого. Те, кто дал, те, кто не дал, все знали, что мы собираем, и мы открыли успешный манерал еврейский там, в Абруйске, и вот ты, вот ты все, что я могу сказать. И если надо, помогаю. Если какие-то есть там на еду, на... Ну, если есть, как это сказать, пожертвования, если просят, и даже иногда и не просят, тоже можно дать. на синагогу в Абруйске. Давид, вы знаете, что удивительно, вот то, что вы мне говорите, мне это, как бы, меня это вдохновляет, прежде всего, мыслью о том, что иногда нам нужно идти далеко-далеко в какую-то Америку для того, чтобы найти Бобруйск в своем сердце. Это так устроена жизнь, что иногда мы куда-то уходим для того, чтобы на самом деле ощутить свою связь с местом, из которого мы ушли. И вот это вы примеры. Поэтому, например, в частности, я знаю моих друзей, ребят, которые приехали, скажем, из Азербайджана, из Баку, и они поехали обратно в Баку для того, чтобы открыть свою связь с еврейством. Интересно, именно вот кавказские ребята, горские евреи, вот они начали изучать свой язык, свою традицию. Одно дело пойти в синагогу здесь, это немножко не то, а вот поехать и увидеть могилы своих бабушек и дедушек, увидеть вот откуда мы, вот так выглядели мои предки, это я. То есть, возвращаясь, мы находим себя. Вот это парадокс, правильно? Спасибо огромное вам, Давид, и я хочу передать моему дорогому Мойше. Мойшенька, скажи нам, пожалуйста, я знаю, что ты гордый бабручанин, всегда с первого дня, что я с тобой познакомился. Бобруйск и только Бобруск всегда. Почему у тебя такая, как сказать, гордость Бобруйская? С чем это связано? Допустим, для начала хотел сказать, что отдали здание синагоги еще лет 20 назад, которому примерно Шауль в каком году открыли, построили синагогу, в 1890 году. И в этой синагоге писалась книга Ораха Шулхан. В этой синагоге Рабика Цин, вы со мной? Знаете эту книгу? Ниже автора. Конечно. Что за вопрос? О чем ты говоришь? Это книга была... Это один из самых великих раввинов Израиля. О чем ты говоришь? Она была записана... Раф Зевин. Ты говоришь Раф Зевин. Раф Зевин величайший мудрец Туры. Что за вопрос? Так вот, эта книга была записана в Бобруйске. Раф Зевин там учился в Ишиве. Книга Ораха Шулхан Рафа Штейна тоже была записана в Бобруйске. И там было очень много известных раввинов. Рафаэл Шапира был раввином города. Внук Цемахцедзека Любавишского раввина был представитель хасидской общины Бобруйска. Раф Шах когда мы с Раф приехали к нему в 92 году то Раф сказал что этот Бох он не американец он с России с Бобруйска. Раф Шах просто встал. Он сидел но при слове Бобруйск он встал. Он сказал большие люди там были. Большие люди там были. Я должен сказать ты знаешь Машенька во первых когда ты говоришь Шах встал это он встал не для меня он не но ты представляешь это не для тебя он стал Бобруйска и ты часть Бобруйска. Я хочу тебе сказать что что я могу сказать о Бобручанах и вообще почему-то о людях из Белоруссии особые добрые качества души добрые сердца мне трудно это понять в смысле как бы логически объяснить единственное объяснение мое что даже если большевикам удалось разрушить синагоги убить преподавателей но родители еврейские передавали еврейское свое образование своим примером своей любовью теплотой в семьях люди которые вот оттуда выше они каким-то удивительным светом светятся я ошибаюсь Машенька или нет как ты считаешь я считаю что да вообще каждая группа евреев будь то с Украины с Россией с Белоруссией с Кавказа с Бухары она чем-то отличается и какие-то определенные отличия есть у белорусских евреев вам это виднее со стороны мы это изнутри не видим вас не слышно что что вы видите изнутри что ты на самом деле изнутри видишь вот об обручанах что есть такого обручанок особенного я не могу это высказать потому что для меня это норма понимаете я не вижу что-то такого особенного это нужно человек который не родился в Белоруссии он это видит например вы я хотел еще пока я вижу мы уже скоро заканчиваем хотел сказать что недавно два года назад мы сделали большой проект бавруйский городские власти отдали еврейской общине старую синагогу от которой осталось две с половиной стены и мы решили из нее сделать такой мемориал и вот Давид Голланд самолично собрал на это ну с помощью 25 тысяч долларов ну не соболично Миша мне очень хорошо помогал Гена мы ему все помогали но он был вдохновитель он был мотором он ездил по синагогам он ездил в Нью-Джерси он ездил в Манхэттен он ездил в Лонг-Айленд у своих ребят у своих ребят и вот он сделал я хочу выразить огромную благодарность Давиду и Мошенька представь себе что нас с тобой слушает все-таки русскоязычная община здесь а наверняка и Белоруссия и Бобручане тоже нас услышат если бы ты хотел каким-то образом зажечь их сердца у тебя было бы 2-3 минуты что бы ты им сказал от сердца к сердцу я бы им сказал давайте деньги на Бобруйскую общину сегодня и вам станет лучше то есть на душе станет лучше в этом смысле мы помним что ханукальную свечу для того чтобы зажечь нужно оливковое масло без оливкового масла свет не горит то есть иначе говоря требуется поддержать еврейское образование в каком-то смысле я хочу повторить потому что мы знаем что нет ничего труднее на самом деле чем поддержка еврейского образования потому что зачастую американские евреи здесь заняты своими еврейскими школами своими ешивами своей жизнью наши евреи вот в отличие от Давида особой еще ценности в этом пока не видят а для на самом деле осознать ощутить эту ценность как бы это не было важно для Бавруйска или другого города или другого любого источника света еще важнее это для человека который это делает кстати в этом смысле хочу тоже своей стороны вставить пять копеек и сказать помните есть такая фраза которую мы поем когда мы книгу Торы кладем Варана Койдыш там в синагоге шкаф в котором она хранится мы говорим что это Эцхайм и что Тора это древо жизни на каждое кто держит ее правильно но там те кто знают иврит и Раф Шауль меня поймет надо было сказать Махзиким ото надо было бы сказать это Эцхайм это древо жизни для каждого кто держит его кажется держит его а там вместо этого сказано слово Бо Мойшенька знаешь что такое слово Бо как бы ты слово Бо перевел извини что я тебя так сказать ставлю вот в такое неловкое положение ото это держать его а Бо как бы ты перевел даже затрудняюсь в этом контексте Раф Шауль скажите нам помогите пожалуйста как бы вы перевели слово Бо в нем в нем но в данном случае держится за него Махзиким Бо дословно было бы означать держать за него то есть нам кажется что мы держим Тору ее поддерживаем ерунда Тора будет держаться с нами или без нас но когда мы ее держим на самом деле мы держимся за нее и потому говорят мудрецы что те кто несли Тору на себе в пустыне Левиты это только казалось что они несут скрижали завета на самом деле скрижали завета Торы несли их потому что Тора несет несущих ее это то что сказал Мойша я только это перефразировал правильно Мойшеньк ты сказал вы хотите сделать доброе дело для себя поддержите Тору и вам станет легче правильно совершенно верно я перевел просто на бобруйский язык так сказать на московский бобруйского на московский итак Раф Раф Шауль мы просим вас пожалуйста дайте нам благословение в первую очередь хочу поблагодарить вас и Мойша и Давид за прекрасные возможности рассказать хотя бы вкус немножко вкус бабульской и близкой жизни а благословение это как было написано что когда человек получил плод пустынц затерялся не осталась у него вода увидел вдруг дерево где там подошел до дерева и увидел что по дереву идет речек воды и как-то вот он смотрел на дерево смотрел у него получается и попить и перекусить и осталось чем можно благодарить благословить это дерево в них все есть можем только одно что дети были еще лучше нас дай бог вот у каждого есть слава богу хорошие дети хороших добрых дела которые делает это руководитель программы и Мойша есть Ребдовид да вот каждого 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 чтобы завтра всем священном дал много-много сил чтобы дети были вкуснее вас и вы это богатели в том что у них есть больше знание Тора исполнение заповедей вообще любовь к ближнему это я думаю что самое дорогое я хочу предложить я хочу благодарить вас и предложить необычную инициативу давайте слетаем в Бобруйск давайте посмотрим если нас слышат бабручане или люди из Могилева из Минска они хотят съездить туда отряхнуть стариной то почему нет итак друзья вы можете обратиться ко мне по фейсбуку можете обратиться к Мойше к Давиду можете организуем поездку Бобруйск на всяком случае и посмотрим что это за прекрасные были места я вас всех обнимаю хочу пожелать вам Рафшауль Бобруйске сил чтобы вы продолжали быть источником света и вдохновения хочу поблагодарить Давида и Мойше за то что вы не просто поддерживаете Тору там еврейскую жизнь там но также пожелать чтобы эта еврейская жизнь там поддерживала вас давала вам только радости и силы всего самого хорошего спасибо 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 большое До свидания.